Добрый день, уважаемые трейдеры инвесторы. Сегодня 31 августа, четверг. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, отработали вчера кое-какие наши торговые идеи, это радует, но напоминаю, что сегодня масса новостей по доллару, друзья мои, базовые ценовые индексы, число первичных заявок на получение пособий по безработице и так далее. Сегодня в 15.30 масса новостей, а завтра вообще у нас нон-фарм, друзья мои, поэтому еще основная инициатива и волатильность будет впереди. Давайте посмотрим, что можно поторговать на графиках. Поехали. Итак, друзья мои, перед вами золотишко. Золотишко, который, как я и обещал, отрабатывает свое недельное поглощение. Это очень хороший, качественный сетап, который был не первый раз. Я показывал, как это было в жарком феврале и сейчас, как это происходит в морозном августе, друзья мои. Собственно, трешечка идет наверх. Вот он, наш четвертый слом. Мы тоже здесь можем немножко подкорректоситься. Хороших, прям целевых сейчас показателей нет, куда можно держать. Те, кто зацепились на лоях, на вложном пробое, о котором я говорил 15 тысяч раз, те молодцы. Остальные сейчас только наблюдают. Золотишко перетянуто, ждет новостей. Если сегодня и завтра выйдут новости слабые по доллару, то мы увидим золотой тузимун и, возможно, перепишем все ближайшие экстремы. Если новости выйдут зелененькие, то есть сильные по американскому доллару, то мы увидим глубокую коррекцию, от которой можно также поискивать лонги. Два слома отработали, то есть нижний, вот этот верхний, это здорово. И даже отрабатывал вот этот, вот такой 15-минутный, но очень качественный, друзья мои, сломчик, от которого некоторые три дунята прыгали в лонги. И этот прыжок им стоил 200 на 1200. Ну, неплохо так, 5-6 к 1 на новостях. Здесь можно было поднять. Напишите, брали ли вы это сами. Сами. Что касается пары евро-доллара, она вчера героически обновила все то, что я обещал забрать на ближайших новостях. То есть два экстрема дневных, один из них, вот этот денек, очень важный, очень важный для, ну, в том числе, там, недельных трейдеров, то есть недельный хай, здесь дневной хай. Ну, вот я говорил, что будет слом, и со слома мы летим в тузимун именно до этой котировки, тысячу пунктов вы должны были здесь, друзья мои, взять. Взять это можно было только единственным образом, если вы брали за инициативу вот эту недобитую площадку, где вещал господин Пауэлл и пытался всех запутать, и покупали от 50% и стопились за нолик. Потому что этот слом не был удержан, но я писал в своей статье аналитической, а я такой иногда пописываю, что стопиться, один из стопов должен быть здесь. Соответственно, этот слом не удержался, а удержался этот минимум, и здесь вас не должно было выбить. Соотношение от 50% при стопе в 300, у вас тейк профит должен быть 1300, ну, немножко больше, чем стоп-лост. Надеюсь, что вы именно этот экстремум взяли, и молодцы. Сейчас еврик у нас сдувается, почему впереди новости, не знает никто, что выйдет. Вот у нас теперь, что по карте сломов. Я уже здесь подначертил, друзья мои, и это я не готовился к нашему обзору, я вообще никогда не готовлюсь к обзору, и даже более того, забываю их иногда делать. Но в закрытый телеграм-чат я регулярно скидываю свою карту сломов, магическую, естественно, и сейчас она перед вами. Шартовый слом у нас находится в этой зоне, лонговый один из текущих находится здесь, и лонговать при стопе буквально до 130 пунктов сюда вполне полтинчик можно аккуратненько попробовать здесь поиметь. Ну и второй слом у нас находится вот здесь, и от него мы тоже можем подрасти, если примерно вот так может у нас отработать. Соответственно, в этой ситуации при стопе в 500 у вас тейк 700, как обычно, тейк немножко больше, чем стоп-лост, я надеюсь, вам это нравится. Доллар-канадец, доллар-канадец приподымает, приподымается, у нас очень любопытная площадочка, вот ее слегка подкальнули, подкальнули, давайте проверим, подкальнули либо нет. Скажите, я вам добрехал, я вам, друзья мои, добрехал, нету здесь прокола, это значит, что у нас вот здесь есть площадочка, а по доллар-канадцу на четвертом таймфрейме просматривается слом, и он находится вот здесь. Я вообще не удивлюсь, что мы можем вот так, либо вот через ложный пробойчик, что было бы, да что это такое, было бы эффективнее забрать вот это движение, вот, и прокатиться по вот этим стопикам. Покупатели, которые покупают неделю, вторую, третью подряд, они заложники установки своих стоп-приказов именно в эту зону. Фунт к доллару тоже здорово дал, давайте кинем чистенький шаблончик, посмотрим, как это было. По фунту тоже интересная ситуация, вы можете говорить мне, что это продолжение все шартовой тенденции, и отчасти будете правы, но с точки зрения охоты за стопами, мне бы очень хотелось увидеть обновление вот этих хаев, ну, хотя бы, хотя бы одного из них, вот этого, вот, потому что они очень близки друг к другу, вот, а все, что близко друг к другу, надо брать по первой цели, вот, на четвертом таймфрейме, а такой, друзья мои, существует, у нас вот здесь есть лонговый слом, и, в принципе, то же самое, что и по евро, если нам дадут хороший ценчик, можно удержать его сюда, и тогда у вас будет при стопе в, ну, к сожалению, в 700, прибыль к 1700. Как вы любите. Доллар-иена. Доллар-иена очень тяжело перенесла шартовый импульс, который произошел у нас позавчера. Очень, кстати, неплохо отработалась третья волна по этому инструменту. Давайте сейчас чистенько сделаем, все красиво, значит, это исторический хай, это импульс, импульс упал, откат, обратите внимание, немножко не дожали до полтосика, и упали в третью волну вниз. Было бы очень здорово, да, если бы движение продолжилось. Напоминаю, что лонговый слом у нас находится еще слегка пониже, вот, в этой зоне. Вот, обратите внимание, что шартовый слом от вчерашней инициативы неплохо отработал, да, то есть, если бы его брали, то при стопе, ну, где-то до 300 уже могли бы иметь примерно 400, ну, вот, а на пробое под 700 пунктов. Неплохо, неплохо, неплохо. Австралийский доллар. Австралийский доллар дал своего австралийского дрозда вчера и прям очень многих порадовал. Наконец-то вылез, вылез, пробил многие экстремы. Я стою в лонгах, часть позиций скинул, вот. Но очень странно, что вот здесь австралиец составил площадку. Ее, кстати, видно, видно на четвертом таймфрейме и было бы логично, если бы этот товарищ продолжил свой рост и все-таки ее, как минимум, переписал. Может это быть двумя способами. Либо мы удерживаем тот слом, на котором сидим, либо даем его ложный пробой вот этой зоны и уходим в австралийский тузимун хотя бы обновить котировочку, которая называется 065243. Ну а там, если бог даст, а я надеюсь, все-таки это произойдет, и мы увидим 069, эта котировочка снится мне долгими тревожными трейдерскими ночами. Доллар-франк, доллар-франк тоже подкорректосился от зеркального уровня. Вполне-вполне надеюсь, что логично, что движение вниз должно продолжиться. Никаких проблем пока не вижу. И этот инструмент, и дальше все кроссы мы разбираем в рамках исключительно сеточного метода торговли. Его мы будем набирать только ниже минимума текущего года. Надеюсь, так произойдет, и мы снова закроем сетку лонгов, которую я опять не перенес. Канадец-франк. Канадец-франк накидал пенбаров. Если вы цеплялись с лонги в рамках сеток и вам навалило 600 пунктов, не спешите радоваться, потому что первый тейк должен быть от 1000 пунктов, потому что шаг 500. Вот такая вот история. Что касается канадца иены, пока спит на хаях. Если дадут хорошие ценчики, будем продавать выше хая 22 года шагом не менее 1000 пунктов. Инструмент залетный и потенциал он тоже неплохой. Франк иена наконец-то начала падать. Напоминаю, что если вы цеплялись на коротке, то первые выходы должны быть в районе уровня 164, 200, 300. Ну вот эти, собственно, обновления вот этих лоев как бы очень-очень хотелось. Ну а если вы очень амбициозный, а такое тоже, к сожалению, может быть, то можно удержать и сюда и разгрузить нашу сеточку шартов, которую мы делали полгода назад. Австралиец-канадец пока не растет, не падает, но у нас есть план на ланги. Мы его просто переносим с лево-направо и ожидаем, что инструмент сюда дойдет для набора сетки лимитных покупок шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку. Но новозеландец-канадец нас пока не интересует, вкатывает, но идем дальше. У нас планы на покупки и продажи находятся только за краями диапазона, куда он еще не дополз. Новозеландец-франк, те, кто набирал ланги, ждем выхода на зеркале, пока этого не произошло. Переключаемся на новозеландец, ждем выхода тоже за границы диапазона, куда он еще не вылез. Но вот весь вот этот треугольник, он говорит о том, что скоро будет, друзья мои, пушка, которая вынесет цену за границы, на которых тучи ходят хмуро, край суровой тишиной объявл. Так, что касается нефти, нефтяночка выползает, выползает, давала легкую шартовую коррекцию, давит на хая, скорее всего пробьется все дело. Плана по этому инструменту ни в покупке, ни в продаже у меня пока нет, поэтому я жду развития событий более интересных для меня. Да, был внизу ланговый слом, мы его видели прекрасно, но, к сожалению, хороших целей для лангов не было. Переключаемся к биткоину, биткоин после эпического роста может зарядить, друзья мои, третью волну, но для того, чтобы нам эффективно зацепиться сюда, нам нужны хорошие ценнички. Если мы растянем расширение покойного Антонио Фибоначчи хотя бы на импульс, то мы кольнули 50% откат и видно, что три дунята были этому рады и начали здесь закупаться. Если вы натянете расширение от лоу, то полтинником здесь еще и не пахнет, мы стоим на 61 фибе. Поэтому я за продолжение роста и если данные по баксу выйдут слабенькие, а вы меня спросите, какой нахрен бакс, если мы обсуждаем с вами биткоин. Напоминаю, друзья мои, что биткоин торгуется за доллары и вот эти вот номера телефонов, которые написаны в правой части экрана, это, друзья мои, стоимость непонятного никому биткоина в долларах. Так вот, если доллар прослабнет, то логично, что цены на биткоин вырастут. Это, друзья мои, закон джунглей. Так, что касается доллар-рубля, потихонечку словесные интервенции закончились и идет планомерное обесценивание национальной валюты, что, собственно, выгодно нашему веселому, порой финансовому правительству. Так, что касается фондовых индексов, на сдачок, S&P, на ослаблении, легком ослаблении бакса очень здорово подросли. Но напоминаю, что везде, везде есть у нас шартовые сломы. Правда, первый уже прошел. Вот сейчас мы тестим эту зону второй раз. Очень будет любопытно, как закроется неделька. Все зависит от данных из до сих пор еще Соединенных Штатов Америки, которые выйдут сегодня и завтра. Эти данные могут скоррелироваться друг с другом в один день, а может быть скоррелироваться друг с другом между днями. Грубо говоря, у нас есть несколько торговых ситуаций, не торговых, а вероятностных ситуаций. То есть в один день я сегодня показывал, показывал, где это наша новостная ерунда. Смотрите, сегодня базовые заказы и первичные заявки. Вот у нас фактически, ну можно сказать, это одна новость, а это другая. Эти новости могут быть вместе, либо зеленые, либо красные. А могут быть одна зеленая, одна красная. И дельта между ними может быть тоже разная. Соответственно, если мы получаем одноцвет с большой дельтой, мы имеем супер тренд. Если мы получаем одноцвет в другую сторону, допустим, красный вместо зеленого, мы тоже видим тренд. Если мы видим противоречие, то есть красные, либо зеленые с большой дельтой, то мы будем иметь просто вертолет, и цена никуда не двинется. Этот анализ на самом деле я не выдумал из своей уже местами седоватой трейдерской головы. Этот анализ используют профессиональные новостные трейдунишки для того, чтобы заряжать своих роботов, а-ля Forex News Killer, либо плюс-минус похожих товарищей, которые просто эти сочетания мониторят и в момент получения данных, немножко раньше, чем другие, чем даже брокерские компании получают эти новости, заходят в рынок очень большими объемами и берут небольшие движения. Я об этом рассказывал на одном из мастер-классов, не знаю, для чего я вам об этом напоминаю. Переходим к чему, 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 большим красам, Еврокат и Еврофранк. Эти товарищи нас пока не интересуют в рамках сеток, потому что они не вышли за край диапазона, где мы их ждем и переносим наши хотелочки слева направо. Что касается инструмента, который мне больше всего интересует, Евроауди дал нам заработать на шортах. Так, если этот парень будет обновлять снова вершины текущего года, то мы будем набирать его шорты шагом не менее 1000 пунктов, потому что, друзья мои, инструмент залетный. Переключаемся к чему? Правильно, к ответам на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Итак, у нас три невероятных комментария. Шеф, что по ене не узрел? Самый главный слом, который был площадкой для вчера. Отличная, опорная на торговку, для прожжения продаж, вчерашний импульс, ждем 50 по ФИБО. Я все узрел, все взял. Ну, я взял немножко раньше, когда, собственно, шла натяжка наверх, и там был небольшой слом, я об этом говорил. Но, в общем, в целом, спасибо, вы молодец. Сейчас перекладывают баксы в растущие акции, перекладывают баксы в акции. Я бы даже сказал не так. Акции растут, потому что слабеющие на дешевые, ну, скажем так, выгодно инвестировать в дешевые доллары в дорожающие акции. Ну, перекладывают баксы в акции, можно сказать так. Ну, грубо говоря, где взять баксы? Занять. Если вы занимаете их за малые, под малые проценты, то логично вам это все развивать в инвестициях. Но если баксы дорогие, то вам их за них и отдавать больше. Поэтому, поэтому и рынок, допустим, не растет на дорогом баксе, я имею в виду фондовую. Потому что за них дорого платить. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. Фондю любит тебя.